Продолжение следует... Чемпионка Ванкувера Мартина Сабликова, чемпионка мира в классическом многоборье и, безусловно, главный фаворит всех стаирских дисциплин в последние лет 5-6. И рядом с ней Стефани Беккер. Молодая немецкая, ну, достаточно молодая немецкая спортсменка. Стефани все никак не может выйти на какой-то вот победный уровень. Она все время второй, третий. Все время она проигрывает Мартине Сабликовой. Если нет Мартины, проигрывает кому-либо еще. И, в общем, наверное, этим вызывает раздражение не только у себя самой, но и у своих родных и близких. И у соотечественниц. Ну, вот на национальном отборе в Инцеле Стефани проиграла Клаудия Пикштайн. Проиграла достаточно много, 5,5 секунд. После чего папа Стефани Беккер, ну, и Патрика Беккерта немецкого конкурса, заметил, что лучше быть второй, но честно. Намекая все на те же вот эти околодопинговые скандалы вокруг Клаудии Пикштайн. Но Клаудию уже давно с нее сняли все дисквалификации. Она уже давно вернулась в спорт. И последние два года, регулярно проходя допинг-контроль, никаких проблем не испытывала. Поэтому вот это вот заявление, оно прозвучало очень резко. Ну, Клаудия острая на язычок нашла, что ответить. Не будем сейчас это цитировать. Ну, а Мартину Сабликову подстегивать не надо. Это цапелька конькобежного спорта. Длинноногая, худощавая. Непонятно вообще, где мышцы у нее находятся. Да, вот сравните ее с широкоплечей, ширококосной Стефани Беккер. Мартина очень легко движется по льду и продолжает наращивать свое преимущество. И Стефани уже очень много проигрывает. А Сабликова потрясающие круги один за другим делает по 31 секунде. Ну, достаточно сказать, что Клаудия Пикштайн на этой отметке бежала там 31,3-31,4. А вот, что касается Стефани, то она таким бегом может и в шестерку не попасть. И до нее там 4,04-67 пробежала. Ну, и вот после этого можно, конечно, сколько угодно папе делать заявление. Только от этого дочь бежать быстрее почему-то не начинает. В общем, в свое время на Стефани очень много было надежд. И прежде всего перед Ванкувером. В Ванкувере она оба раза на 3,5 километров проиграла. Мартини Сабликовой. И вот как-то именно, мне кажется, с этого момента какой-то надлом, что ли, у нее произошел. Даже тогда, когда она категорически должна была выигрывать этап Куптемира, как, например, это было в 2011 году в Москве, у нее происходило что-то невероятное. Там пружина у конька сломалась и просто упала Стефани. Ну, не знаю, это может быть карма какая-то. И такими папа заявлениями ее не исправит, конечно. Посмотрите, уже 8 с лишним, 8,5 секунд отставания от графика бега Мартины Сабликовой у Стефани Беккер. Но Мартина явно бежит на лучший график дня, потому что явно Мартина не собирается сбрасывать скорость. Где-нибудь так 31 с небольшим, так она и добежала. Нет, на последнем все-таки упала. О, 31, 3,59, 39. Вот никак я этого не ожидал, что на последнем круге так сдаст Сабликова. И в итоге даже проиграет Клауди Пикштайн. Ну что, тройка Стефани Беккер, 4,09, 4,09, ой-ой-ой, 1014. Ну и согласитесь, вот это чем не маленькая заявочка такая еще. Не самая серьезная, но маленькая заявочка. Потому что Клауди Пикштайн получилось, разложила свои силы правильнее и ровнее. И на последнем круге выиграла у 0,7 секунды. Выиграла у Мартины Сабликовой. Чем, собственно, и определила свою победу на этапе Кубка мира. Ну, вы знаете, по-моему, Клауди, если не брать кубок Мастарт, то, по-моему, Клауди очень давно не выигрывала этапов Кубка мира. Сейчас я постараюсь это максимально быстро проявить. Ну, потрясающая, конечно, улыбка Клауди, она поражает, в общем-то, своим оптимизмом. Даже в самые тяжелые ситуации не спадала у нее улыбка с лица. И с ней всегда очень приятно общаться. Ну, вот посмотрите, голландки каким строем. Третье, четвертое, пятое, шестое место. И результаты какие плотные. Ну, а тройка призеров все из четырех минут. Причем плотность очень высокая. В шесть десятых секунды в итоге все уложились. Ну, а вот так, в команде она выигрывала Кубок мира, этап Кубка мира. Да, и до этого... Продолжение следует...